И вновь приветствую вас, уважаемые телезрители, в прямом эфире канала НТВ+. Последняя перед Олимпиадой дистанционная гонка. Гонка в итальянском Тоблохе. Те, кто смотрели три часа назад гонку женскую, помнят, что шел хороший снегопад. Сейчас идет дождь. Соответственно, 15 километров индивидуальная гонка у мужчин. Очень любопытный классический стиль. Мы видим, что плюсовая температура, непростые погодные условия. И тем не менее, гонка не может быть неинтересной. Тем более, что есть повод поразмышлять над тем, а что же, собственно, из себя представляет Олимпийская сборная Норвегии. Если у женщин было все прозрачно и по, наверное, абсолютно спортивному принципу, ну, может быть, за исключением шестого номера, то вот у мужчин почему-то нет Криса Эсперсона. Не знаю почему. Ну, давайте посмотрим, кто же побежит за команду Норвегии. Сегодня это, естественно, лидер общего зачета Кубка мира сезона 2013-2014 годов. Мартин Сенби, без него никак здесь не обойдется. Естественно, бежит Петер Нуртук, хотя не знаю почему, естественно. Сюр Рюта, Пол Голберг, Дидрик Танцент и Торт Герндален. Если честно, своеобразная, конечно, команда. А, еще Николас Дюрхаук. Вот так выглядит команда Норвегии на сегодняшнюю гонку. Команды России. Это Константин Головацких, это Саша Уткин, это Саша Бессмертных, это Илья Черноусов, Саша Легков и Николай Хохряков. Опять же, постоянные зрители-наблюдатели, наверное, с удивлением не обнаружили здесь практически... Так, Диму Епару еще пропустил. Он также сегодня бежит по 29-м номерам. Так вот, наверное, постоянные наши телезрители с удивлением не обнаружили в составе российской сборной ни Волженцева, ни Белова, ни Валикжанина, а смелись предположить, что ребята уже в Сочи и готовятся к баталиям непосредственно уже на Олимпийской трассе. Абсолютно из этого не вытекает, что те, кто сегодня бегут, не являются олимпийцами. Ну, как-то представить олимпийскую сборную без Легкова или Черноусова, мне кажется, сложно. Но давайте оставим все на совести тренеров. Естественно, перестановки будут до самого последнего момента. И перед каждой гонкой, я думаю, что еще будут споры о том, кто же должен бежать в тот или иной отрезок. Вот как раз Саша бессмертно готовится к своему старту. У него, кстати, неплохой рейтинг уже к этому моменту в сезоне. Ну, напомню, что Саша Легков занимает третью строчку общего зачета Кубка мира, проигрывая почти 450 очков Мартину Сенбю. Ну, ничего здесь удивительного нет. Мартин у нас выиграл Турдески. Ну, и, собственно, после этого сложно что-то с ним сделать. Поэтому, ну, ближе к концу сезона будем разбираться. Илья Черноусов значится на девятой строчке. Вы знаете, большинство гонок в этом сезоне закончил в десятке. Ну, и, собственно, сейчас находятся в десятке сильнейших общего зачета Кубка мира. Макс Валикжанин пока одиннадцатый. Разница между Черноусовым и Максимом буквально 20 очков. Может быть, сегодня этот отрыв увеличится за счет того, что Максим не бежит. Сережа Устюгов значится на двенадцатом месте. В основном благодаря спринтерским своим достижениям. Никита Крюков на девятнадцатом месте. И далее Саша Бессмертных. У него тридцать второй рейтинг на сегодняшний день. Сто пятьдесят три балла. В основном заработаны, конечно, в классических гонках. Кое сегодня и будем наблюдать. Антон Гафаров тридцать пятый, сто сорок семь очков. Алексей Петухов сорок второй, сто тридцать очков. Но это все наши спринтеры. А вот Стас Волженцев сорок пятый. У него 120 баллов. Но мы помним, что последние гонки были особенно для него успешны. И как раз с классическим ходом. Дима Епаров пока сорок седьмой. Сто одиннадцать очков. Но не могу сказать, что удачно для него складывается этот сезон. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, после завершения прошлого сезона о Диме говорили как о человеке, который просто не может проскочить мимо Олимпийской сборной. И, надеюсь, что так и остается в отношении него уверенность тренерского штаба. Но вот как-то немножечко в тени своих партнеров по сборной находится Дима. Николай Марилов 63-й. 68 очков в его активе. Саша Уткин 70-й. 50 баллов набрал с начала сезона. Сережа Туршев сегодня не бежит. Но напоминаем о том, что он 73-й. У него 46 очков. Ну и, наверное, Саша Панжинский также значится в рейтинге на 80-м месте. Костя Гловацких, за которого сегодня, безусловно, будем переживать, будет, не будет, а находится пока на 83-м месте. 37 баллов в его активе. Еще присутствует в рейтинге Петр Седов, Глеб Ретивых, Андрей Ларков. Если вы помните, в самом начале сезона Андрей бежал несколько гонок. Также Сережа Новиков. По-моему, буквально дважды появился на экранах телевизоров. Но присутствует в рейтинге, попал в зачетное время. Крис Фримен стартовал сегодня, открыл гонку. Напомню, Крис Фримен выиграл один из принтерских этапов работы на доске. Было удивительно, можно сказать, почти случайно. Хотя, ну, как может быть, случайно. Следующий стартующий Иван Перела. Далее Джованни Гола. Ну и ждем появления первого россиянина. Это будет как раз Костя Гловацких. Десятый стартовый номер у него. Ну и, кстати, наверное, он и Николас Дюрхаук будут в первой части, в первой десятке разгонять пилотон. Ну, может быть, им будет помогать Курдин Перл. Он будет бежать пятым. Но как-то Курдин Перл вот в этом сезоне пока не блистал. Но, если честно, этот сезон сложно каким-то образом анализировать. Потому что он олимпийский. Некоторые ребята вообще не выступали. Ну, тот же Дарьо Колония. Турдески многие пропускали. Поэтому, наверное, пока ориентироваться на то, как проходили гонки до сегодняшнего момента, почти бессмысленно. Будем смотреть уже на Олимпийских играх, кто на что готов, кто как будет сражаться. Женя Величко на ваших экранах. Команда Казахстана. И за ним двинутся на дистанцию сразу несколько монстров. Это Курдин Перл. Ну, наверное, Курдином монстром не назвать. А вот далее Вария Чечи, Николас Дрюхаук, Аксель Тайкман, Ларри Лентонин, ну и Костя Гловацких. Прекрасная десятка. Первая стартовая. Опять же, вспоминаем, что Аксель Тайкман выиграл в прошлом сезоне предновогоднюю классическую гонку. Вот как раз Курдин Перл. Два последних сезона, за исключением нынешнего, был очень хорош в классических гонках. Постоянно присутствовал в первой, ну, наверное, двадцатке, но эпизодически заглядывал и в первый десяток. Валерий Чечи должен стартовать. Вот он на ваших экранах. И за ним первый из норвежцев. Николас Дюрхаук. Опять же, Николас в этом сезоне чем запомнился? Ну, наверное, в нескольких масс-стартах классических. Бежал в голове пилотона, разгонял ребят, помогал тому же Мартину Сенбю. И финишировал в десятке. И не раз он это делал. Поэтому, безусловно, соперник серьезный. Но, опять-таки, мы по женской гонке видели, что на сегодняшний день даже в рамках одной сборной абсолютно разная степень готовности. Кто-то настраивается на первые же гонки в рамках Олимпийских игр. Кто-то будет готовиться ближе к концу выступлений. Напомню, что по традиции завершают Олимпийскую программу 30 и 50 километров. Ну, и многие ребята именно туда готовятся. А это будет почти через месяц. Ну, не через месяц, но все-таки через три недели. Аксель Тайква на ваших экранах. Все, ждем-ждем прорыва немецкой сборной. Девчонки сегодня тоже средненько показали себя. В принципе, хорошо, сплоченно, мощно, но без блеска. И немецкая сборная, как-то мужская, под стать своим девушкам. Вроде бы хорошая готовность, вроде бы все есть в команде. Есть и спринтеры, есть и станционщики. Все вроде бы хватает, но нет пьедесталов, нет подиумов, нет каких-то ярких выступлений. Пока нет. Хотя, если вспомнить последние этапы Кубка мира, правда, в отсутствии норвежцев, но немцы задавали тон, особенно в классических гонках. Ларри Лендель на ваших экранах. И далее Костю Гловацких. Первый из россиян, который появится на наших экранах. Напомню, бежим 15 километров, три круга по пять, с отсечками на километр 700 и 2100. Итак, Костя уже на дистанции. Следующий, кто из россиян выйдет на старт, это Саша Уткин. У него 14 номер между ними. Затесался Маттия Пелегрин, Семен Хойстессон и Ларс Нельсон. Кто-то опаздывает из итальянцев. Кто ближайший? Ну, Маттия Пелегрин и вот стоит. Ближайший из итальянцев, кто бежит, это Детмер Никлер. Девятнадцатый, Джорджо Диченто, двадцатый. Ну, в принципе, да, не так много времени осталось. Ну, не надо же устраивать такой кипиш. Семен Хойстессон будет бежать. Смотри, как Тоби Сангер готовится, разминается. Один из опытнейших гонщиков современного лыжного спорта. Семен Хойстессон на ваших экранах. Второй норвежец, который появляется на наших экранах. Ну, это молодая порсель. Безусловно, хорошо готов. Безусловно, хороший гонщик. Но пока ничем себя не зарекомендовал. Ну, буквально подефилировал. Иногда в голове пелотона на некоторых гонках. Ну, и, в принципе, все. Больше ничем не запомнился. Ларс Нельсон на ваших экранах. Также юниоры шведской сборной. Шведы в прошлом сезоне сильно растеряли свои позиции. И Маркус Хелнер немножечко подздал. И Эмил Йонсон растерялся. Немножечко потерялись. Ну, за исключением Теодора Петерсона. Здесь претензий нет. Малый глобус спринтерского зачета. Но все остальные немцы, тот же Даниэл Рикардсон, все остальные шведы, тот же Даниэл Рикардсон, сделали 2-3 шага назад. Вот в этом году есть небольшая реинкарнация того же Даниэля. Видели несколько раз Эмил Йонсона. Конечно, не тот пока, но все-таки живой, готовый. Саша Уткин отправился на дистанцию. Маркус Хелнер несколько раз проявил свои бойцовские качества, но не более того. Посмотрим, что приготовила шведская сборная на Олимпиаду. Джорджо Диченто на ваших экранах. 20-й стартовый номер. И там мы видели, идет как раз один из упомянутых шведов, Кел Хелвердсон. Наверное, наиболее стабильный выступающий в этой команде. После Александра Уткина ждем появления на старте Саши Бессмертных. 26-й стартовый номер у Александра. Соответственно, в скорости уже первая десятка завершит свое присутствие на рубежах. 1,7-2,1. И будем наблюдать за тем, как Костя Гловацких идет по дистанции. Напомню, 10-й стартовый номер. Очень хорошая команда. Это и Аксель Тайкман, Никлас Дюрхаук здесь, Валерий Учечи. Вот пока Никлас Дюрхаук идет лидером на 1,7. Вот как раз Даниил Рикардсон. Вспомнишь, про шведов их тут же покажут. Ну, на самом деле, команда-то, которую невозможно списать со счетов. Да, и девчонки, и парни делают по мелкому шажку назад, но по-прежнему остаются и Олимпиады на носу. Вот там и посмотрим, кто чего стоит. Кубки мира – это Кубки мира, а одна гонка в 4 года может удивить всех. Эланс Филбрих на ваших экранах. Кстати, к разговору о шведской сборной не вышел на старт Андре Содергран. Напомню, в женской гонке не участвовали две финки – это Кристо Латвенмаки и Иоанна Киланин. Наверное, самая большая неожиданность, потому что за неделю до Олимпиады потерять двух своих лучших гонщиц в финской сборной никак нельзя. Никлас Дюрхаук на ваших экранах – 2,1. Пока он быстрее всех идет по дистанции. Ведут его к результату величка. Вот если на 1,7 Дюрхак выигрывал, то на 2,1 уже полсекунды уступает. Вот как раз Аксель Тайкман. Здесь же 2,1. Не сильно разгонялся. На 1,7 всего лишь четвертый результат. Но в горочку поинтереснее поднимается. Хотя также проигрывает. Но уже меньше. И здесь же Ларри Лейнтонин. Надеюсь, что камера на этой точке додержится до Кости Гловацких. Он под 10 номером через 30 секунд должен здесь появиться. Пока у него четвертый результат на 1,7. Это с учетом Семена Ойстесона, который идет после него. И Ларса Нельсона. Лейнтонин забивко. Четвертый. А вот и Костя появился. Пока у него будет где-то второй-третий результат. Проигрывает он только Дюрхаугу и Величко. Причем не очень много. Буквально 1-2 секунды идет слабее впереди движущихся его спортсменов. А вот сзади уже потихонечку волна накрывает. И Ойстесон, и Нельсон пока разгоняются быстрее. Пока молодец. Вот и появление Дарио Колони. Наконец-то первый этап Кубка Мира, который... Он был заявлен, но я, честно говоря, не осмеливался это произнести. Тобиа Сангер на дистанции. Самый опытный немецкий гонщик. В прошлом сезоне очень хорошо выступал. Особенно в Рыбинске. Такое ощущение, что любимая трасса Тобиа Сангер. Традиционно он приезжает оттуда с медалями. Ну и, конечно, всех интересует, в каком же состоянии будет Дарио Колони. Мало того, что олимпийский чемпион. Победитель общего зачета нескольких сезонов. Почти бессменный победитель Тура Дески. В этом сезоне он его пропустил. Поэтому победитель другой. Ну и просто очень заметная личность. Смен Оистесен. Как мы и говорили, идет за спиной Гловацких. И именно он является пока лидером. Хотя вот сразу за ним идет Ларс Нельсон под 13-м. Вот он как раз на ваших экранах. Тем временем уже стартовал Эльдер Рёнинг. Не показали нам одного из лидеров норвежской сборной. Считаю, что прохождение Ларса Нельсона гораздо любопытнее. Но он на самом деле лидер. Пока лидер. Пока лидер. Саша Уткин прошел 1,7 с отставанием в 12 секунд от Нельсона. И у него пока 11-й результат. Но вот и Дарьо Колония. 25-й стартовый номер. Не очень высокий. Практически ни одного старта в этом сезоне еще не было. Ну и как раз любопытно, в каком состоянии швейцарец находится. В его отсутствии наслаждались выступлением его брата. Джан Лука был очень хорош в Асиага. Особенно хорош был в Горочку. И Саша Бессмертник. Смотрите, сразу задали о Колонии. Очень любопытно будет их сравнивать. Надеюсь, что время показываем Александром. Будет достойно того, чтобы камера задерживалась на всех промежуточных этапах. По-прежнему Ларс Нельсон является лидером первых отсечек. 1,7-2,1. Настрелит Колю Хохрякова. Он уже стартует после главных выступающих. После Мартина Сенбю. У него не очень высокий рейтинг. Буквально одну, по-моему, гонку в этом сезоне бежал Класс. Но, тем не менее, длинные дистанции ему очень хорошо удаются. Так же, как и Тоду Дагюрндалину, который в данный момент на наших экранах. Но тот в этом сезоне и тур доски хорошо пробежал. Во всяком случае, был заметен там. Ваня Бабиков, да, кажется, опаздывает на старт. Да, это Иван Бабиков. А в данный момент Тим Чарнки на ваших экранах. На сегодняшний день хотелось бы сказать, что лидер немецкой сборной в спринте. Но уже Йозеф Вензел этого не позволит. Ни мне, ни самому Тиму Чарнке произнести подобную фразу. Но, в отличие от Йозефа, Тим неплохо бежит средней дистанции. То есть 10-15 километров ему вполне по силам. Хотя, мучается, конечно, парень. И здесь же Дима Епаров. Фактически не видели ни одной мощной гонки в его исполнении. В прошлом сезоне он был очень хорош. В середине сезона несколько раз попадал в десятку. Финишировал на подиуме. Победа совместно с Максимом Валикжанином в Сочи. Прекрасный был сезон. В этом сезоне не все складывается. Надеюсь, тренеры дадут возможность Диме реализоваться в рамках Сочи. Ну и, надеюсь, Дима не подведет. Данил Рикардсон. Некогда грозный и великий. В активе этого парня есть призовое место по итогам Кубка мира. Третьим, по-моему, был два года назад. В общем, в зачете Кубка мира. В основном был беспощаден именно в классических гонках. Но потом, вот, следующий сезон был немножко странноватый. Джорджо Диченто на ваших экранах. Олимпийский чемпион. Издали взяли. Вряд ли Нельсону что-то угрожает. А вот на 1,7 Эльдер Рюнинг поменял лидерство Нельсона. И, кстати, успел уже здесь пронестись Лукаш Бауэр. Они идут почти рядом. 21-23 номера. Лукаш Бауэр, Эльдер Рюнинг. Вот как раз Лукаш Бауэр на ваших экранах. Идет быстрее Нельсона. Ну, совсем на чуть-чуть. Если учитывать, что когда-то Лукаш Бауэр был хорошим горняком. Ну, все-таки возраст. Может быть, что-то меняется. Но должен пройти быстрее. Ну, пожалуйста, на 5 секунд. За 400 метров выигрывает 5 секунд. И буквально по пятам, через минуту после Лукаш Бауэра, должен проходить здесь Эльдер Рюнинг. В этом сезоне Эльдер был несколько раз на подиуме. Кейл Хелбертсон на ваших экранах. А Маркус Хелмер на старте. Также олимпийский чемпион. Чемпион мира. Как вот удивительно в спринте. До сих пор, я думаю, многие специалисты не могут разобраться, что ж такое было-то на том чемпионате мира, где Маркус умудрился выиграть спринт. Вот Эльдер Рюнинг на 2.1. Лидером является в разгонной части 1.7. Вот смотрим, как в горочку поднимается в сравнении с Лукашем Бауэром. Там у них разница была 1.5 секунды. Сейчас мы видим, что уже разница в пользу Чеха. Ну, опять же, Эльдер Рюнинг хорош в длинных дистанциях, поэтому на первый круг можно особо не обращать внимания. Безусловно, он будет о себе заявлять ближе к концу дистанции. Жан Маргелла на ваших экранах. Французы в этом году, ну, за исключением победы в ДАОСе, Маурис Манифика практически ничем не запомнились. Очень крепкая, хорошая команда. Опять-таки, вот не было норвежцев, финнов и шведов на двух последних этапах. И тут же во всей красе были французские комбинезоны, немецкие. Все были в голове пелотона. Россияне доминировали. Ну, вот сейчас Олимпиада начнется, мы все увидим. Дарьо Колони 2.1. Очень любопытно. На 1.7 у него четвертый разгонный результат. 1.6 его проигрывал Эльдеру Рюнингу. В подъемчик не торопится. 4 секунды проигрывает Лукашу Бауэру. Ни о чем пока это не говорит. Мати Хаккинин уже убежал на дистанцию. Дидрик Тонсент готовится. Вот как раз Сашу Бессмертных также ведут. У Саши седьмой разгонный результат на 1.7. Разница в 5 секунд с Эльдером Рюнингом. Но мы помним, что Эльдер немножко сдал. Поэтому, наверное, по Лукашу нужно ориентироваться. 4 секунды разница у них была там внизу. Ну, видим, что гораздо больше проигрывает Саша. Боюсь, что в последний раз его показывают. Может такое быть. 6-й пока. Ну, а на старте после Таунсенда Пол Голберг должен стоять. И за ним Кейл Хелвардсон. Нам же демонстрируют, как Маурис Манифика расписывается. В свою очередь, вот как раз старт Пола Голберга нам только со спины удалось посмотреть. Пол в этом сезоне, как никогда, хорош. Если в прошлом году от силы 1-2 гонки давали выступить Полу, то в этом сезоне он не просто заработал свое право выступать. Он оказался на подиуме. Доказал всем и вся. Что его место по праву принадлежит на старте. Тим Чарнки на ваших экранах. Тем временем Крис Фримен проходит уже 6-7. Нет, не 6-7, а 7-1 уже прошел Крис Фримен. Ну, Чарнки далеко. Просмотрели мы старт Кейла Хелвардсона. Но зато будем сопереживать старт у Мауриса Манифика. И заодно посмотрим за Димой Епаровым. Ну, Дима не очень хорошо начинает гонку. Мы видим, что за пределами даже десятки разгоняется пока. И ждут пришествия Даниэла Рикардсона. Вот он как раз вдалеке, огромный гигант в белом обмундировании. Всего лишь полторы секунды проигрывал Рюнингу и был практически на тех же позициях, что и Лукаш Бауэр на 1,7. Соответственно, вот сейчас подъем. Хайнс Дастер на ваших экранах. И думаю, что сейчас опять вернемся, да, действительно, к Даниэлу Рикардсону. Второй пока результат у Рикардсона. Две секунды он проигрывает Лукашу Бауэр. Ну что, Чех действительно подтверждает, что горняком-то он как был, так и остается хорошим. Сюр Рёта на ваших экранах. По-моему, три или четыре гонки в этом сезоне уже на подиуме у Сюра. И вслед за ним Петер Нортуг. В этом сезоне не так много побед у Петера Нортуга. Впервые он рискнул бежать туртыски полностью. Но мы помним, что это было не очень убедительно. Дэвон Кэрш, Алекс Харви был на ваших экранах. Ну а Петер Нортуг нам покажет или это не самое интересное? Я думаю, что не самое интересное, но тем не менее. Многократный олимпийский чемпион. Странное сейчас отношение к нему. С одной стороны, он по-прежнему велик. С другой стороны, как-то вот ореол и скандальность вокруг него немножечко поутихла. И начали подзабывать о его существовании как-то. Ну и сам Петер Нортуг не поддерживает победами свое РНМ. А вот Илья Черноусов, вы знаете, год от года все стабильней и стабильней. Практически не выпадает из десятки, какая бы гонка ни была. Естественно, классике по-прежнему отдается предпочтение. Но действительно, всеяден сейчас становится Илья Черноусов. Действительно, молодец. Пока о глобальных шагах вперед мы не говорим. Мы говорим только о фантастической стабильности. Ну а рано или поздно это должно вылиться в какой-то рывок, бросок, прорыв. Ну, наверное, самая большая сенсация Тура Дески. И Иоанн Сдвер третьим финишировал в подъеме. Соответственно, третий рейтинг Тура Дески и очень высокое место в общем зачете Кубка Мира пока. Хотя в остальных гонках, за исключением Тура, почти ничем себя не обозначил. Алекс Харви выиграл несколько гонок в рамках Тур Дески, но до финиша добрался, по-моему, не весь. Во всяком случае, развалился после спринтов. Буквально одна-две гонки еще держался. Пробежал те самые 34 километра фантастические. Но это было уже немножечко не то. Жан-Мар Геллара ведут, а за его спиной как раз Костя Гловацких. Помните, 10 номер. 6 и 7 уже проходит. 7 и 1 уже проходит Костя Гловацких. Чуть позже перейдем к этим баталиям. У нас Саша Легков стоит в стартовых номерах. Не все получилось у него в рамках Тура. Но я думаю, что мы все не расстроены. Вы знаете, если бы получилось в Туре, было бы очень маловероятно, что на Олимпиаде что-то получилось. А так не выхолостал себя Саша, надеюсь. Но эмоционально точно нет. По-прежнему голоден до побед. Готов, мы видели, прекрасно. Были несколькие неточности на второй части дистанции в некоторых гонках. Но я думаю, что Олимпиады все исправят. Леша Полторанин. Ну, наверное, лучший сезон у Леши Полторанина этот. Ну, наверное, потому что бежит весь Кубок. Бежал весь тур. В отличие от предыдущих лет. Вот ведут Тойнсенда. За ним 38 номер. Это Пол Голдберг. А у нас лидер общего зачета Кубка мира. Сезона 13-14 плюс победитель Турдески Мартин Сенбю. Действительно, вот, удивил. Вы знаете, удивил тем, что дважды в спринтах был третьим. Как это, возможно, я не очень понимаю. Но это было. Пол Голдберг прошел 2-1. Рядом с ним, посмотрите, Ларс Нильсон. И, кстати, побыстрее идет. Надо уже туда потихонечку переваливаться на вторую часть дистанции. Но чуть позже, наверное. Хотя, если честно, очень любопытно. Ларс Нильсон действительно лидирует на рубеже 7-1. У Акселя Тайкмана здесь пока второй результат. У Кости Гловацких пока четвертый. Но 13 человек прошло. Тут пока сравнивать не с чем. Кейл Хевардс на ваших экранах. За ним где-то несется Мауриис Манифика. Но для Манифика, наверное, все-таки А классика, Б слишком коротко. 15 километров не столь ему комфортно. Ему подлиннее что-нибудь. Хотя это мое мнение. Может быть, сам-то Мауриис с этим не согласен. Показывают нам уходящего Хайнса Дотслера. Издали его взяли. Вот где-то Маурииса Манифика пропустили. Он где-то между как раз. А вот он под 40 номером. Бежит за Сашей Уткиным. И бежит хорошо. Хотя как хорошо. 31 результат. А вот Хайнс Дотслер становится лидером. Пока. Но Хайнс Дотслер в этом сезоне в нескольких гонках был очень интересен. Особенно ближе к концу дистанции. Ну, а вот 6,7 Лукаша Бауэра. Как раз начинается тот самый 400-метровый подъем. Лукаш здесь первый и еще будет подниматься. Напомню, что на первом круге он как раз здесь всех и порадовал. Петер Нортук на 2,1. Перед ним идет Сиржета. Тяжеловато как-то Петеру. Пока четвертый результат. Черноусов и Легков за спиной у Петера Нортуга. Наша надежда. Ну, а это Ленинг ведет свою войну в начале пелотона. Тоби Сангер прошел под 22 номером. Все. Последний участник российской сборной. Николай Хохряков уже на дистанции. Тоже будем за ним поглядывать. Иван Сдюэр на ваших экранах. Но не думаю, что он будет чем-то нас удивлять. Хотя, может быть, ближе к Олимпиаде. Пока идет очень хорошо и интересно. Сразу за Дюэром должен появляться Алекс Харви и Саша Легков. Соответственно, до Дюэра прошел Илья Черноусов. 11 секунд он проигрывает 22 результат пока. Мартин Сенбю. Хорошо пристроился. 25 номер никто иной, как Дарио Колони. Повезло Мартину Сенбю. Хотя, не знаю, везет, не везет. Дарио Колони пока значится во всех десятках. Ну, а вот Лукаш Бауэр прошел 7-1. И он там промежуточный лидер. А Алекс Харви 15-й пока разгоняется. И вот Сашу Легкова нам ведут. Ведут издали, но идет в лидирующем звене. Ну что ж, третий результат пока. Причем, посмотрите, с минимальным проигрышем. Полторанина не видно. Вот только появился из-за поворота Леша Полторанин. В принципе, 15 километров разделкой. Мог бы, наверное, поучаствовать. Хороший классист. Выиграл несколько этапов Кубка мира, но в основном все-таки спринт. В дистанциях был в лизах. Пока десятый результат. Ну и Мартин и Сенби только осталось дождаться. Идут они вместе с Дарио Колони, если помните. Вот уже Мартин тащит на себе швейцарца. Ну, так он нам совсем все карты спутает. Мы так не разберемся, насколько хорошо готов Дарио Колони. Пока отстают, но мы прекрасно знаем, что у Мартина очень хорошая вторая половина. Ну и впереди него Хайнс Дотлер, иногда недотягивающий. Лукаш Бауэр этот-то добежит. Саша Легков теоретически может не справиться. И вот нам показывает, что было после 2-1. Дотлер здесь является лидером. Лукаш Бауэр второй, Легков третий. Дюэр, Рикардсон, Нортук, Рюнин, Колони, Нельсон, Полторанин. Из россиян, помимо Легкова, Бессмертных идет 15-м на этом рубеже. Дима Епаров 17-й. Илья Черноусов 26-й. Костя Гловацких 29-й. Николай Хохряков. Здесь 34-й. Александр Уткин, 45-й. Проигрыш 21 секунда. Потихонечку перемещаемся к отметке, которую нам никогда не показывают. Вот это 5 километров. Дарья Колония здесь является лидером. И Дима Епаров, которого нам сейчас показывают, тут пока идет вторым. Маркус Хэлмер не присутствует пока в десятках. Тяжело работает. Наде Дима Епаров 7-й. Спасибо. С 5 километром потихонечку подтягивается основная группа. Напомню, Дарио Колония по завершении первого круга лидирует на рубеже 5 километров. И вот-вот там должны появиться основные действующие лица. Хайнс Дотсер, например. Нам показывает Джан-Марка Келларда на 6,7. Но это пока бои местного значения. Прошли Морис Манифика и Хайнс Дотсер первый круг. И у Дотсера уже пятый результат. То есть буквально спуск с горочки у него не получился. Морис Манифика вообще улетел на 25 место. Ждем прохождения здесь основных действующих сил. В том числе и Сашу Легкова. Вот Дарио Колония вместе с Мартином Сиомби. Не знаю, будут ли работать вместе или Мартин убежит. Но Дарио пока является лидером до прохождения Мартина Сиомби здесь на этом рубеже. Сюр Рёта на первом круге только 11 результат показывает. Вот-вот там должен появиться Нортук. Нам же демонстрирует Туэнс это на 6,7. Нортук прошел со вторым временем. Всего лишь 2 секунды по завершении круга проигрывает Дарио Колонии. Теперь здесь должен появиться Черноусов, Дюэр, Легков, Полторанин и Мартин Сиомби. Ну, Алекс Харви как-то вот не вспоминается сразу. Как-то Алекс не очень хорошо начинал, но может быть что-то изменится. Таким образом, Петер Нортук и Дарио Колония, посмотрите, уже демонстрируют себя очень-очень неплохо. Начались уже предолимпийские баталии. Илья Черноусов прошел первый круг пока с 14 результатом. За его спиной еще легко в Полторанин Сиомби. Нам показывает Кэлла Хайлвардсона. А я по-прежнему слежу за электронным табло рубежа 5 километров. Треть дистанции. Вот-вот здесь должен появиться Иоанна Сдюэр. У него 45 номер. Ну и затем 4 главных претендента. Алекс Харви, Саша Легков, Леша Полторанин, Мартин Сиомби. Дюэр прошел 17. 24 секунды проигрывает Дарио Колонии. Наверное, это уже приговор. Вряд ли из такого провала можно себя каким-то образом вырулить. Очень хорошо начинал, если помните. Особенно в горочку. Ну, и Иоанна Сдюэр и прославился, наверное, в туре Дески как раз подъемом. Хайнс Дотсер пока присутствует в первой десятке после завершения круга. Но уже не лидер, как это было в начале, в подъеме. Легков прошел лидером после первого круга. Опережает Дарио Колонии на полторы секунды. Уже интересно. И остается только полторанин и Сиомби дождаться. Мы же наблюдаем за отметкой 6,7. Маловато как-то камер. Тобло. Могли бы итальянцы и расщедриться. Петер Нортук на 6,7. Напомню, по завершении круга он находится в первой тройке. Легко в Колонии Нортук. Разница 3 секунды между этими тремя ребятами. Алекс Харви здесь прошел 20-м. Леша Полторанин 12-м. С проигрышем Легкова 20 секунд. И остается только дождаться Мартина Сиомби. И этим первый круг будет завершен. Ведут по времени Дарио Колонии. Ну, в горочку Петер Нортук всегда у нас был не очень сильным. Сиомби прошел 9-м. 14 секунд проигрывает Легкова. Таким образом, по завершении 5-километрового круга. Первый из трех. Легков является лидером. Дарио Колония проигрывает 1,5 секунды. Нам же показывает Илью Черноусова. Нортук проигрывает 3 секунды. Епаров идет четвертым. 4,5 секунды проигрыша. Далее. Рюнинг, Хелнер, Дотслер, Рикардсон, Сенби, Бауэр. Это десятка. Что касается остальных наших ребят, то Илья Черноусов, которого мы сейчас видим, по завершении первого круга был 17-й. Костя Гловацких 26-й. Проигрыш 31 секунда. Саша Бессмертных 30-й. Проигрыш 34 секунды. Саше Легкову. Уткин 39-й. С проигрышем 46. Ну и вот только что Николай Хохорьков прошел этот рубеж 37-м. Проигрыш 42. Теперь можем смело переместиться на ту точку, которую нам показывает. 6,7. Напоминаю, что это начало подъема. Еще есть 7,1. Но вот уже Дюэр здесь. По-прежнему здесь колония. Хелнер. Епаров. Рюнинг, Рикардсон, Нортук. Нортук здесь лишь пятый. И вот Саша Легков. После первого круга Легков лидер. Но посмотрите, идет за Алексом Харви. С одной стороны, хорошее соперничество. С другой стороны, ну не очень. И там за спиной еще Лукаш Бауэр маячит. Смотрите, 4 секунды выигрывает колония. Выигрывает у колонии. Там внизу на стадионе было всего лишь полторы. Здесь 4,5. Вот Саша Легков. И далее в желтой майке Мартин Сенбю. Ну что, увеличивается преимущество Саши Легкова. Леша Полторанин. Тут же рубеж 6,7. Пока девятый. Эльдер Рёнинг на ваших экранах был. А теперь опять сцепка Сенбю колонии. Вытаскивает Мартин Сенбю колонию. Сам отваливает за пределы десятки. А колонию уверенно тащит в сражении с Легковым. Не очень хорошо получается, если честно. Девятый пока Мартин Сенбю. Таким образом, сейчас, наверное, нам покажут, чем завершился проход 6,7 километров. Легков здесь выигрывает 4 секунды. Вот, пожалуйста. 6 секунд проигрывает Маркус Хелнер. Дима Епаров идет четвертым. Дальше Рёнинг, Рикардсон, Нортук, Дотслер, Сенбю и Полторанин. Черноусов 18. Бессмертных здесь 23. Прогрош 39 секунд. Гловацких 27, 42 секунды. Уткин 38, минута. И ждем прохода Хохрякова. Он выходил сразу после Мартин Сенбю. Проигрывал около 40 секунд. Так что вот где-то через минутку, наверное, проедет. Эльдер Рёнинг на 12 километров уже. Вот Хохряков прошел 35-м. 53 секунды проигрывает. Неплохо держится. Ну что, нам показывает 12,1. А мне все-таки любопытно, как развиваются события на рубеже 7,1. А также 10 километров. Поэтому давайте, с одной стороны, наблюдать за тем, как мучаются ребята. Уже третий круг. Я вам сообщу, что пока Легков не прошел еще 7 километров. Дарио Колония здесь является лидером. Вторым пока значится Нельсон. Рёнинг, Бауэр, Тайкман, Филбрих, Оистусен, Гловацких, Дюрхаук и Дичента. Соответственно, вся основная когорта еще здесь не проскочила. Нет, подождите, я не тот взял. Вот. Легков уже прошел. 3,5 секунды выигрывает в Дарио Колонии. Маркус Хелнер идет третьим. 3,7. Епаров проигрывает 10 секунд. Он пока четвертый. Рядом с Епаров движется Рёнинг и Нортук. Мартин Сёнбе по-прежнему девятый. Ну, если честно, очень любопытно, что на втором круге. Напомню, что первый круг с небольшим преимуществом выиграл Легков. Далее, вот, немножечко увеличил свое преимущество до 3 секунд. И вот сейчас уже Колония 10 километров прошел. Епаров уже прошел. Ждем здесь появления Легкова. Хелнер, кстати, тоже прошел. И Епаров лучше него преодолел второй круг. Во всяком случае, сейчас Дима Епаров уже значится выше. Таким образом, на данный момент лидером является Легков, а Дима Епаров идет на третье место. Больше половины дистанции пройдено. Уже, конечно, многие бесил. Напомню, идет дождь, плюсовая температура. Итак, очень неплохо складывается пока событие для российской сборной. Еще раз говорю, Дима Епаров и Саша Легков идут на призовое место сегодняшней гонки. Вот как раз Епарова нам демонстрирует. За ним идет Саша Бессмертных. А под 53-м номером это приклеился Йонас Бауман. Нельсон финиширует. Ну, опять-таки, Нельсон у нас в десятках не присутствует, поэтому это только лишь промежуточный лидер. Все жду, когда Легков пройдет 10 километров. Ему еще около, ну, наверное, метров 800 двигаться к рубежу. А Диму Епарова начинают вести по всем отсечкам. За минувшие 3 километра он выиграл у Маркуса Хелмера около 10 секунд. Ну, и посмотрите, Саша Бессмертных тоже пытается зацепиться. Сразу это не получилось. Сейчас вроде бы, ну, не могу сказать, вработался. Потихонечку поднимается в рейтинге Даниэла Рикардсона. Не очень удачное у него было начало, но вот все лучше и лучше выглядит. Опять же, в свои лучшие годы смотрелся блистательно именно в концовке. Очень хорошо умел финишировать. Ну, опять-таки, это все пока далеко. Даниэл Рикардсон пока претендует где-то на 4-е, 5-е место. Он проигрывает Епарову около 20 секунд. Кстати, идут друг за другом, 29-й и 30-й. Даже больше 30 секунд уже проигрывает Диме Епарову. А я все жду, не дождусь, когда же Легков проскочит рубеж 10 километров. Сюда уже вышли Кейл Хевардсон, Пол Голберг. Вот Маркус Хелмер потихонечку умирает. Хэнс Дотслер прошел второй круг. 10 километров у него пока пятый результат. За его спиной еще движутся несколько мощных соперников. В частности, Рёта, Нортук, Черноусов, Легков и Сёнбю. По-прежнему ведут Хелмера Мауриц Манифика на 10 километрах 25-й. Петр Нортук прошел второй круг 10 километров. У него четвертый результат. Он проигрывает Епарову около 10 секунд и 17 секунд проигрывает Дарио Колони. Сейчас Илья Черноусов там должен появиться. Напомню, на предыдущей отсечке был где-то в районе 17-го места. Но очень хочется надеяться, что вторая половина у россиянина. А вот, по-моему, кстати, вот там на заднем плане именно Илья Черноусов демонстрирует себя. Сейчас будет подниматься вот в эту импровизированную горку. Наверху как раз является отсечка 5-10 километров. Лукаш Бауэр выходит на финиш. Лукаш пока по итогам многих отсечек не находится в десятке, но зная его стаерские качества, наверняка сумеет туда попасть. Но это только лишь конец десятки. Черноусов прошел 10 километров, у него уже 15-й результат. Ждем теперь здесь Легкова и Сенби. Буквально через минуту должен Легков пройти. Уже прошел. Первый у него результат. 5 секунд выигрывает у Дарьо Колонии по итогам второго круга. Буквально одна секунда была разница на первом. Сейчас добавились еще 4. Таким образом, Легков идет первым. Дима Епаров третьим. Между ними Дарьо Колония, Маркус Хелнер четвертый. Дарьо Колония, естественно, это, наверное, в большей степени заслуга Мартина Сенби, потому что он тащит на себе швейцарца. Зачем, я не понимаю. Дождемся прохождения Мартина Сенби 10-километрового отрезка и будем уже рассказывать вам о том, что происходит на 10 километрах. Ну а тем временем Дарьо Колония будет уже финишировать. Нельсон пока здесь сидит. Вот Дарьо Колония выходит на финиш, а Мартин Сенби как раз параллельно с этим должен выходить на рубеж 10. Ну вот, смотрите, Дарьо Колония убежал от Мартина Сенби. Соответственно, тот теряет скорости. Но очень хорошо прокатился на норвежце Дарьо Колония. Я думаю, что вот те самые 5 секунд он сейчас отыграл. Саше Легкову нужно очень хорошо поработать. Итак, Дарьо Колония финишировал. Теперь будем смотреть по всем отсечкам, как идет Легков. Но в пользу россиянина скажу, что идет самостоятельно. А Дарьо почти две трети дистанции проехался на Сенби. Сенби, кстати, прошел с шестым. 26 секунд проигрывает Легкову. Это больше, чем было на предыдущей отсечке. Но все-таки Мартин Сенби еще в игре. На рубеже 10 километров. Ситуация выглядит следующим образом. Легков первый. 5 секунд проигрывает ему Дарьо Колония. 11 секунд легко проигрывает Дима Епаров. Далее Хелнер. 15 секунд проигрыша. Вот здесь идет борьба за второе-третье место. Нортук пока четвертый. 22 секунды проигрывает. Мартин Сенби 26. Он шестой. Далее Алекс Харви, Даниил Рикардсон, Леша Полторанин и Хейнс Дотсер. Это десятка. Далее из «Россиян» Черноусов. 19-й. 53 секунды проигрыша. Головацких. 23-й. Минута 10 проигрыша. Уткин. 31-й. Уступает Саше Легкову. Минуту 33. Бессмертных. 37-й. Минута 42. Ну и сейчас вот должен уже пройти данный рубеж Хахаряков Николай. Будем знать и его результат в том числе. И плавненько перемещаем свои эмоции на рубеж сначала 11-7, потом 12-1. Здесь опять Дима Епаров начинает проигрывать Маркусу Хелнеру. Вот как раз Дима Епаров финиширует. Хелнер идет буквально за ним через два человека. Очень надеемся, что Диме Епарову этот последний круг удался. Хахаряков прошел 10 километров. В 34-м результате минуты 36 проигрывает. Ну а мы переживаем за Диму Епарова. Сейчас решается его подиум. Либо он, либо Хелнер взойдут на третью ступень пьедестала почета. Ну что, 20 секунд. На предыдущей отсечке Епаров проигрывал 10 секунд. Это вот к разговору о том, как хорошо пробежал вторую половину Дарио Колони. Здесь же Петер Нуртук на рубеже 11,7. Он проигрывал Епарову 10 секунд. Ну что, Дарио Колони. Сегодня действительно сложилась гонка для него. Безусловно, хорошо готов. Хорошее возвращение. Так, после пропуска вдруг сразу стать первым. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Хотя, Саша Легкова очень сложная задача. Прошел Легков 11,7. Выигрывает у Колони 5 секунд. Теперь посмотрим, как за оставшиеся 400 метров изменится расстановка сил. Вот как раз Саша Легков. Но это еще не финиш. Это только 12,1. Ну вот, немножечко сокращается отрыв. Было 5 секунд, стало 2. Но, видите, висит Алекс Харвин на Саше Легкове. Саша работает самостоятельно в то время, как... Вот Маркус Хелнер финиширует. Сейчас решается судьба Димы Епарова. Вы видите, как раз по его времени и ведут. И, к сожалению... Или, к счастью... Нет, к сожалению. Маркус Хелнер опережает Диму Епарова. Таким образом, четвертый сегодня Дмитрий. Жаль. Жаль. Так, хорошо все сделал. Но уже третий. И на дистанции еще присутствует Саша Легков, который сражается за первое место. Маркус Хелнер. Посмотрите, мышечная, мышечная. Вторую часть как держит. Ну и Мартин Сенбю дорабатывает. Любопытно, как Мартин Сенбю будет сейчас выглядеть на 12.1. На 11.7 у него седьмой результат. И проигрыш Легкова 32 секунды. Похоже, увеличивается отрыв. Ну и остается только надеяться, что у Саши Легкова остались силы. Дарья у колонии очень хорошо финишировал. Спасибо за это, наверное, вот этому парню, Мартину Сенбю. Ну а легко убежать самому. Вот еще раз нам напоминают. Здесь уже, видите, Хелнер выиграл у Епарова около трех секунд. Ну и в итоге выиграл у него шесть. Закрываем рубеж 12.1. Десятку вы видели, даже двадцатку вы видели. Черноусов 20 минуту 8 проигрыш. Головацких 21. Уткин 29. Бессмертных 31. И вот-вот здесь должен пройти Хохряков. Нет больше сколь-нибудь значимых отсечек. Теперь только ждем Сашу Легкова на финише. Мы видели, как он умирал там, наверху. Очень маловероятно, что у него остались силы. Тем более, еще раз говорю, Дарья у колонии, ну, всю практически дистанцию проехался на Сенбю. И у него остались силы для финиша. Хорошо финишировал. Великолепно получалось у него. И с большой долей вероятности швейцарец сегодня победит. Но также он вынужден ждать, что сотворит Саша Легков. Но уже довольный, довольный. В принципе, неплохо получилось его возвращение. Опять же, очень сильно повезло ему с тем, что попал он прям за спину Мартину Сенбю. Ну и вот-вот должны здесь уже на финише ждать Легкова. Но сначала еще очень многие финишируют. И Сюрлета еще доберется сюда, и Нортук, и Черноусов. Кстати, у Нортуга есть еще теоретический шанс. Да нет, очень слабенький. Очень слабенький. Помешать Диме и Пару остаться четвертым будет крайне тяжело. Это Алекс Харви выезжает на Легкове. Все выше и выше. И, скорее всего, благодаря Россиянину будет где-то пятым. Кейл Хевардсон на финише. Очень хорошо сегодня Маркус Хеллер себя проявил. Даниэль Рикардсон. Два шведов в десятке. И Кейлу чуть-чуть не хватило. Хорошие эстафеты выкручиваются у шведов. Ну, опять-таки, об этом можно будет судить только в рамках Олимпийских игр. Хорошие или нет. Погляди, посмотрим. Хайнс Дотслер уже на финише. Где-то подотстал Маури Сманифика. Маури Сманифика сороковой номер. Но раньше у него появился немец. На финишном стадионе. На финишном стадионе. Маури Сманифика. Х sworok. Маури Сманифика. Пол Голберг добрался до финиша 27 Хэнс Докслер седьмым И вот Петер Нортуг Пятый, шестой Вот где-то в этом промежутке его результат Суррета вывозит опять на себе Петера Нортуга Хотел было сфинишировать, но не получилось Пришлось опять перестраиваться за Сурром Рете Четвертый Четвертый Петер Нортуг 25 секунд выиграл у Петера Нортуга Дима Епаров По традиции умирает У Нортуга две ипостаси Если выиграл, то ему море по колено Если проиграл, значит умирает Но это нормально Это нормально Вот Мауриц Манифека добрался до финиша 28 пока у него результат Ну и собственно ждем Легкова Остался Черноусов Но нам уже показывает Легкова За 40 секунд его взяли Сложно сориентироваться Насколько у Легкова есть шанс Не верится, если честно Но Алекс Харви уже впереди Легкова Ну и 20 секунд Да нет, похоже победа у нас сегодня Очень хочется, если честно У Легкова в этом сезоне было не так много приятного Ну и... Победа Легкова 3 секунды Но не знаю Благодарить Алекс Харви или нет В любом случае Сначала вез Легков практически всю дистанцию Алекса Но видно, когда стало тяжело Теперь уже канадец отработал на Легкова В любом случае Сегодня мы видели поистине бойцовских подвиг в исполнении Саши Неплохо отработал и Черноусов И да все наши ребята неплохо отработали Не получилось звездного возвращения Дарьо Колони Хотя, почему не получилось? Второе место тоже хорошо Надо приучать потихонечку швейцарца Пропустил сезон Будешь вторым Так бы на Олимпиаде, если честно Напомню, что точно такая же гонка Разделка 15-километровая Будет 14 февраля в рамках Олимпийских игр Не пропустите наших трансляций Не пропустите любых упоминаний о том Как будет бежать Саша Легков Со товарищей эту дистанцию Добавится еще наверняка Белов Добавится наверняка Волженцев Добавится Максим Валикжанин Любопытно должно быть И мы видим, что даже в присутствии всех сильнейших Мы можем выигрывать За неделю, правда, до Олимпиады Обидно, вот в рамках Олимпиады бы так Ну, ничего страшного Леша Полторанин финиширует Дождемся еще Неувидающего Мартина Сенби У него поистине звездный сезон в этом году Лидер общего зачета Победа в туре доски Когда бы такое возможно было Мартину в лучшем случае Давали возможность побегать длинные дистанции В прошлых годах Сейчас он основной и главный Практически весь год в желтой маке лидера Общего зачета Вот он как раз на ваших экранах Ну, нужно отдать должное Работоспособность у этого парня бешеная И, знаете, какая-то бычья упертость Презрение всяческого здравого смысла Работа ради работы Причем, посмотрите, маленький, невысокий Некрупный, не какой-то там гренадер Ну что, самое время подвести итоги Правда, еще Коля Хохряков Находится на дистанции Но бежит он где-то в районе 30-38 места Поздравляю вас с победой Саши Легкова Второй сегодня Дарья Колония Маркус Хелнер Вы знаете, вот реинкарнация все-таки происходит Вот люди, о которых мы уже практически забыли Дарья Колония, Маркус Хелнер Даниэл Рикардсон Ну вот, можно даже сказать, Дима Епаров Не знаю еще, кого приписать сюда Но на самом деле, эта гонка была очень показательна И очень важна И хорошо, что в этой гонке Саша Легков поднял себе настроение перед Олимпиадой Единственное, что, конечно, на него сейчас обрушатся Все возможные репортеры Хочется удержать своих коллег От того, чтобы не мешать Легкову Готовиться к олимпийским стартам Может, но не надо мешать Итак, поздравляю вас, уважаемые телезрители, с победой Быстро пробегусь, как наши остальные ребята добрались до финиша Мы видели, как умирал после финиша Илья Черноусов Он сохранил за собой 20-ю позицию Минуту 33 он проиграл Легкову Гловацких 22-й, минуту 44 отставание Уткин 28-й, 2.14 Бессмертных 37-й, 2.40 Ну и вот-вот должен прибыть на финиш Николай Хохрик Вот он как раз под 50-м номером Дождемся его финиша и будем прощаться вплоть до Олимпийских игр Хохряков финиширует 30-м На мой взгляд, прекрасный результат 2.23.6 Проигрыш от Александра Легкова Ну и что, уважаемые телезрители Не пропустите завтра Трансляции По-моему, 13.55 по московскому времени Спринт Спринт, которого мы так долго ждем Спринт, от которого мы так много ожидаем Спринт, который может нас очень сильно порадовать в рамках Олимпийских игр Но я думаю, что преподнесут нам завтра еще сюрпризы Задумаемся, поаплодируем, удивимся В общем, будет интересно Не пропускайте наших трансляций На сегодня все Всего самого доброго Будьте здоровы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok